итак вот этот участок который я и приобрел как вам я говорил в прошлом видео так сейчас я сменю обстановку на более интересную сказать пойдем какие днепр на и там же расскажу о дальнейших действиях так еще с этого ракурса он там домики такие нехилые но мне придется спиливать вот эти все деревья вызывать геодезиста чтобы он мне подкорректировал точно границы но это все будет процессе то есть я покажу как я зачищу этот участок сделаю фундамент куплю оборудование сделаю забор и начну бизнес такая портовая зона скажем так набережная мини набережная портовая наверно вот здесь мы и остановимся место конечно обалдеть классная погода вообще супер просто ништяк вот ну что в общем еще раз всем привет классная погода у нас и меня как обычно тянет к воде наверное я в душе моряком так и останусь хотя уже несколько лет море не хожу как сотрудник последние годы только путешествовал ну и надеюсь скоро этот долбанный карантин уже закончится с этой вакцина они уже определяться и можно будет куда-нибудь рвать когти и поснимать еще что-нибудь более пейзажное так сказать в общем возвращаясь к теме участка вы видели в начале ролика участок он заросший деревья всякие там ветки валяются в общем это мы все зачистим и вы это все увидите дальше в процессе я думаю в этом месяце я постараюсь уже начинать зачистку и на этом участке будет сказать бизнес семейный бизнес какой бизнес это вы узнаете в процессе это пусть будет оставаться небольшой интригой такой на это у меня двойное направление инвестиций допустим если бизнес не пойдет по плану то можно будет улучшенный можно так сказать облагороженный участок просто напросто продать по цене в два в три раза дороже уже в этом районе потому как я знаю что буквально там не знаю пол километра от меня точно такого же размера участок продается сейчас я вам скажу в 7 раз дороже но там уже конечно забор кирпичный стоит и есть на участке фундамент но у меня конечно забора нету фундамента тоже нету но его цена была просто я так сказать нашел уникальный участок по уникальной цене и купил его со всеми с налогами с затратой на риэлтора короче общая цена его всего на все было пять тысяч долларов то есть в этом районе в черте города это просто ну короче кто в теме в ценах на землю тот поймет что это просто сейчас нереально найти с такой ценой ну я не знаю у кого какой город но в общем это на примере моего города я знаю что вокруг в радиусе там не знаю десяти километров можно сказать на отшибе города будут участки стоить от десяти а то что у меня сейчас уникальным уникальная возможность появилась ну я просто очень долго искал очень много перелопатил так как я не люблю платить до хрена я люблю больше зарабатывать чем отдавать поэтому говорится спокойно монотонно искал и я нашел то что я искал и по цене и по размерам там у меня размером сейчас скажу 9,4 сотки плюс я там немного выйду за границы можно будет кое-как там чуть-чуть подхимичить ну в общем округлим до 10 соток так что инвестиция уже себя оправдала и даже если вот скажем держать просто этот участок он в цене уже ну никак не упадет потому как я вижу по городу и по состоянию как идут вообще застройка идет в городе то есть массово идут новостройки естественно цена на землю еще больше вырастет во всяком случае точно не упадет и мы на этом всем заработаем ну и конечно же возвращаясь к бирже кто смотрел мое прошлое видео я там показывал я купил акции двух компаний карнавал и норвиджен все это публично официально через сайт показываю я заходил на на свой онлайн терминал потому как я через сайт заходил а не через терминал скачанный мне так проще ну в общем я еще докупил там немного акций но уже других и эти акции называются компания Iconics Brand что почем и как это вы можете посмотреть в интернете сокращенно просто Icon акции упали в цене они сейчас стоят 1 доллар и 13 центов но я купил их по 88 центов за штуку это акции компаний там по моему входит 28 компаний в одну эту компанию так сказать они нацелены на шмотки на разные брендовые американские шмотки и я вам скажу на примере кризиса 2008 года эти акции с 2009 по 2013 с цены в 1 доллар изначально в момент кризиса они стоили где-то там в пределах даже 2 или 3 долларов короче они до 13 года они стоили 400 долларов за одну акцию ну естественно скажет кто то да ну бля это хайп какой-то выросли упали потом опять ну знаете хайп не хайп но такую возможность я не упускаю у меня есть свои предпосылки я знаю что я на этой акции могу очень и очень подняться но это мы все увидим в процессе так что следите за моим каналом я наглядно вам покажу как дальше будем зарабатывать и какие идеи я еще покажу расскажу да кстати под видео будет ссылка на курс по опционам для тех кто хочет зарабатывать консервативно мы можем зарабатывать консервативно